Парнамс, приветствуем всех в виртуальной программе. Сегодня мы празднуем Рама Экадаши. Сегодня мы продолжаем обсуждать Шри Дамадарастаку с Этимрата Ришей. Сегодня восьмая серия. Субтитры создавал DimaToram. 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 По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы приблизились к пятому куплету Шри Дамадарастаки. Сатеврат Риши жаждет созерцать, как мама Эшода, снова и снова церковь. Субтитры создавал DimaToram. Субтитры создавал DimaToram. Субтитры создавал DimaToram. Любовь к маме Эшоды растет с каждым днем. После того, как Кришна родился, часто, как обычные дети, он плакал. Со временем он стал пытаться говорить, произнести первые слова. Когда Кришна начинает звать маму... То звучит пранава ом. То есть пранава сарва веди шу говорит Кришне, что пранава это семя всех вер. И таким образом зазвучало впервые. Чем старше он становится, тем он становится более разумным, а Мама Эшода начинает обучать его словам. И проверять. О, Лала, где кувшин? Кришна смотрит по сторонам и показывает мамину кувшин. Где кроватка? Где окно? То есть проявление пробуждения интеллекта Кришны радовал маму Эшоду и всех праджаваси. Ква-на-нам-ква-на-я-нам-ква-на-сика-ква-срути-ква-сикати-де-сита-татра-татра-татра-нитангу-ли-далу-балавикулам-анандай-ет-праву. The other young mothers of Vraja, they used to come to Mother Эшода's house. И другие мамы со всего Vraja приходили в дом мамы Эшоды. И, играя с Кришной, спрашивали, Лала, покажи, где твое лицо? And where are your eyes? Где твои глазки? Where is your beautiful nose? А где твой прекрасный носик? Where are your ears? А где твои ушки? Where is the top of your head? А где вакушечка? And in this way, the darling son of Nanda Maharaj, with these small fingers like lotus petals, he used to go like this and pointing everywhere and giving delight to the Gopis. И всеобщий любимец, Кришна, он пальцем показывал, где его нос, где глазки, где макушка, тем самым радуя всех Gopi. И когда он уставался, мама Эшода укладывала его спать. Люди говорят, а как Бог может спать? Они думают, что Бог не спит. Почему? Потому что они не умеют укладывать его спать с такой любовью, как это делает мама Эшода. Если бы они попробовали, постарались, то они бы убедились, что он очень сладко спит. Кришна лежал в колыбельке. А подруги мамы Эшоды присутствовали в комнате. Они услышали, что во сне Кришна стал разговаривать. ДИРА ДАРИТРИ БАВАБАРАМА ВЕХИ ШАНТАМ НАНТЕЙСЯ КАНГСАХАТАКАМВИНИ ПАТАЯМИ ИТЬЯДБУТАСТИМИТА ГОПИ ВДУСУТАНИ СОКНАЙИ ТАХАНИ ВАСУДЕВАСИ СЮЖАЙАНТИ Возьне Кришна сказал, о Мать-Земля, наберись терпения. Очень скоро тяжкое бремя, которое мучает тебя, будет убрано. Очень скоро я уничтожу этого негодяя Камсу. Услышав слова спящего Кришны, гопи были изумлены. В часов вечера Мады Яшода приходила сама будить Кришну. ПРАБАТА САНЧАРГАТА НУГАВАС ТАРАКСЯ НАРТАМ ТАНАЯМЯ СОДА ПРАБОДАЯТ ПАНИ ТАЛЕНА МАНДАМ ГОВИНДА ДАМО ТАРАМАДАВИТИ Когда Кришна был младен, он был уничтожен, чтобы взрослые курицы с его маленькими друзьями. Не курицы. Курицы были слишком большие и слишком холодные, но когда он был маленьким, он был уничтожен маленькие курицы. Когда Кришна чуть-чуть повзрослел, его стали отпускать, пасти телят. Коров ему не доверяли, потому что коровы были слишком большими для детей и опасными, потому что рогатами. Поэтому Кришна брал телят с собой. И когда Мама Айшода приходила будить Кришну, она клала свою мягкую ладонь ему на голову и пела. ГОВИНДА ДАМО ДАРАМАДАВА And then Кришна would open his beautiful lotus eyes. Медленно Кришна открывал свои огромные глаза, подобные лепесткам лотоса. МАТА Я СОТА ХАРИКО ЧАГАВЕ ЖАГО УТО МОХАНА НЕЙНА КОЛО ДВАРЕ КАРЕ КВАЛА БУЛАРЕ ГОВИНДА ДАМО ТАРМАРАБИТИ МАТА Я СОТА ХАРМАДА ДВАРЕ Мама Айшода говорит, давай просыпайся, вставай, открой свои сладкие глаза. Твои друзья уже тут ждут тебя. И они зовут тебя. Кришна пробуждается, Мама Айшода обхватывает его в объятии и целует его в лицо. Мама Айшода обхватывает его в объятии и целует его в лицо. Однажды, когда Кришна проснулся утром, Мама Айшода сказала ему, что сегодня юбилей твоей лунной Накшатры. Поэтому сегодня ты должен провести пуджу-теленку. И мы будем раздавать Дакшину Брахманам. Поэтому Кришна, иди в хлеб и приведи маленького теленка поменьше. Радостный Кришна и Баларам пошли вместе в хлеб за теленком. И они выбрали теленка и стали его тащить с собой, но теленок сопротивлялся, он был очень строптивым. Он пару шажков делал, потом тормозил и не сдвигался с места. И вдвоем Кришна и Баларам пытались потянуть его вперед, Кришна тащил его вперед, Баларам подпихивал сзади, менялись местами, пытались справиться с этим теленком. И наконец-то вывели его во двор уже. Но после всей этой суеты Кришна вспотел и уже проголодался. И он увидел, что во дворе висит кувшин, горшок с маслом, который мама Ешода подвесила. Как только он увидел этот горшок с маслом, тут же у него потекли слюнки. Напрочь забыл о том, что сегодня юбилей его дня рождения. Сказал Баларам, помоги мне взобраться на теленка. Потому что теленок стоял как раз под тем местом, где свисал этот горшок с маслом. Баларам пригнулся, Кришна вскарабкался на спину Баларамы, а затем со спины Баларамы уже на теленка залез. Потянулся за горшком, ухватился за него. В эту самую секунду теленок, который до этого отказывался двигаться, вдруг рванул с места и убежал. Маленький Кришна остался висеть, держась за этот горшок и стал кричать, звать маму на помощь. Мама Яшода все время думала, что так долго они с этим теленком там возятся. И она выбежала во двор, на вот этот зов Кришны. И увидела, как он качается, свисаясь. О, Майя, помоги мне спуститься. Нет, Мама Яшода сказала, по делам тебе, вот виси там целый день. О, Майя, помоги мне! Мама жалилась, хватила Кришну и опустила его на землю. Вот таким образом Кришна проводил свои дни, вечно какие-то озорные шутки устраивал. Однажды маленький Кришна схватил теленка за хвост. Теленок как побежал, Кришна не отпускал хвост, сам Кришна упал на землю, но продолжал держаться за хвост, и теленок тащил его по лужам там. И вот так испытав, вот это приключение, Бала Гопал придумал новую идею. ГОВАТСА БАЛАЙ СИШУКАКА ПАКСЯМ БАДНАМТАМ АМБОЖА ДЛАЙАТАКСЯМ ХУВАЧА МАТА ЧИБУКАМ ГЕХИТВА ГОВИНДАМО ТЕРАМАДАВЕТИ Кришна увидел одного мальчика, у которого была прическа в стиле КАКА ПАКСЯ КАКА ПАКСЯ – это такая прическа, как родители бреют ребенку голову, оставляют два хвостика по бокам, такие, как крылья ворона. So, Krishna had a good idea, he thought, oh, let me tie the tail of the calf to the КАКА ПАКСЯ of this little boy. И Кришна решил, дай-ка я привяжу хвост теленка к хвостику к одной из этих КАКА ПАКСЯ этого мальчика. So, УВАЧА МАТА ЧИБУКАМ ГЕХИТВА ГОВИНДАМО ДРАМАДАВЕТИ Мама Яшода как раз увидела, что Кришна это делает, подошла к нему, схватила его, подняла его пальцем за подбородок и сказала, так, Кришна, так не делай. Иногда, когда взрослые гопи видели маленького Кришну, играющего на улице, Они начинали зазывать его, зайти к ним во двор, говорят, иди сюда, приходи к нам, играй с нашими детьми, и тебя чем-то вкусным угостим. Но Кришна был настолько занят своей игрой в песке, что он сказал, извините, сейчас я очень занят, у меня нет времени. Но подобно тому, как Кришна периодически ворует в домах гопи, гопи иногда крадут Кришну. Одна взрослая гопи, она была настолько преисполненной премой, что она не могла сдержаться. Просто ни секунды больше ждать не могла. Подошла к маленькому Кришне, схватила его за руку и потащила за собой в свой двор. Ее подруги сидели там у нее в гостях и увидев, что она привела маленького Кришну, все невероятно обрадовались. И все стали ухаживать за ним, заботиться, массировать его тело ароматными маслами, нарядили его в какую-то красивую одежду. И с великой любовью и заботой накормили его маслом, и сладким рисом, и потом отправили его обратно домой. Однажды мама стала переживать, что у Кришны был плохой аппетит, что он стал мало есть. И она боялась, что он заболеет, похудеет. То есть сладкое он очень любил, а вот молоко там, жирное, он не хотел пить. Просто полезное. И чтобы призвать Кришну к ответственности, чтобы он стал есть, она сказала, Кришна, посмотри, какая у твоего брата толстая, чоти, густая. У него прямо косичка там в шике. А если ты не будешь есть, у тебя будет ухлюпенькая какая-то, поэтому ешь. И Кришна тогда стал каждый день пить много молока, но он не видел, растет его шика или нет. И он стал спрашивать, мама, когда же моя коса уже там отрастет? Ты мне сказал, если я буду пить молоко, то она будет длинная, до сих пор она какая-то короткая. Ты же мне обещала, что если я буду пить много молока, то у меня будет длинная коса и будет ползти за мной по земле, как змей. И постоянно ты меня пичкаешь молоком, и сладости мне не даешь. То есть маме Ишоте тоже часто приходится идти на всякие уловки, чтобы заставить Кришну вести здоровый образ жизни. Когда Кришна уже подрос и водил телят на пастбище, Но он все продолжал воровать масло в чужих домах. Однажды утром мама Ишоте подошла к Кришне, принесла ему масло, йогурт и всякие молочные ябства. И она сказала, господи, посмотри на себя, Кришна, ты так похудел, ты, по-моему, очень мало ел вчера. Кришна проснулся, мама Ишоте дала ему ароматную воду, чтобы он прополоскал рот. И подала ему масло на золотой тарелке, чтобы он поел. И она сказала ему, кушай побольше, Кришна. И Кришна сказала, не буду я есть, что ты мне принесла. Ты меня вчера обманула вечером. Ты мне говорила, что чандра это сделано из масла. И ты меня положила спать, и я мучился от голода. Да, Кришна, а если ты спал, то кто же масло ночью воровал? Нет, мама, я ничего не воровал. И тут же оправдывался, у него всегда было множество оправданий, объяснений, что он тут ни при чем. Однажды мама Ишоте подошла к Кришне и сказала, Кришна, я все знаю. Признавайся, потому что подруги мои рассказывают, что ты приходишь к ним в дом и воруешь. Кришна said, О, моя дорогая мамочка, я не кушал масло. Потому что рано утром я увожу телят на пастбище. Целый день напролет я занят, я бегаю по лесу вслед за этими телятами. И играю на флете. Я возвращаюсь домой вечером. Я занят с утра до вечера, откуда у меня есть время воровать масло? Не кушал я масло, мама. Это не убедило маму Ишоте, и Кришна стал оправдываться дальше. Посмотри на меня, мама. Я маленький мальчик. У меня короткие руки. Как я дотянусь до этого масла? Тогда почему у тебя весь рот вымазан маслом? Потому что мальчишки ненавидят меня и нарочно обмазывают мне лицом маслом. Я не верю тебя, Кришна. Пожалуйста, признайся, что ты воровал масло. Мама Ишоте переживает, что если он вырастет каким-то вруном, будет недостойным. Поэтому она настаивает, чтобы Кришна сознавался в правде. So then Кришна said, О, Мада, you are very innocent and gullible. Мама, ты такая наивная. Ну, зачем ты веришь этим слухам? Ты не очень хорошо себя ведешь, мама Ты плохо ведешь себя по отношению ко мне Мне кажется, что ты обращаешься ко мне со мной, как с чужим Знаешь что, если ты не считаешь меня своим, вот забирай эту палец, у которой я погоняю телят Все, я не буду под твою дудку танцевать больше Ты не относишься ко мне, как к своему Мама торопела от такого бунта Взяла Кришну, прижала крепко к себе Кришна уже разревелся, уже началась истерика Все, если я не твой, то вот, забирай эту палку, не буду я пасти телят вообще И увидев, что он так сильно расстроился, она тоже стала уже плакать вместе с ним Говорит, извини, Кришна, я понимаю теперь, что ты не воровал масло И тоже рыдала Ты не воровал масло, не воровал Ты не воровал масло, не воровал Then Кришна said, о моя море, мне нахи маханкойо When he saw his mother was crying Then, before he was saying, мне нахи маханкойо Means, I have not eaten butter But when he saw that his mother was crying Then he admitted, мне нахи маханкойо И когда Кришна увидел, что мама плачет Он не выдержал и признался Те же самые слова, которые он говорил ранее Что, мама, нет, я не ел масло Сейчас он произнес те же слова, но они уже имели другой смысл Что он признался, что, да, я ел масло И мама Яшода начала целовывать лицо Кришны Муху с чомбитам бимба Рактадарамме Манасавирастам Алам лакшалабай One day Кришна was stealing in the house of a gopi Однажды Кришна забрался в дом gopi и крал там И она поймала его прямо за руку Ага, попался воришка Я твоей маме уже рассказывала, что ты воруешь у нас в доме Но она мне не верила Но сегодня, наконец-то, я докажу ей это Крепко держа Кришну за руку, она повела его за собой по направлению к дому Нанды Махараджа И на ней была накидка Что его так с позором ведут по улицам Публично он взял и прикрыл голову ее накидкой себе Прятался под ее накидку Эта женщина, она пришла, дошла до дома Нанды Махараджа стала стучаться Ешода, Ешода, открывай, я привела вора Ешода вышла на порог О, здравствуй, Исааки, что случилось? Я поймала твоего сына с поличным, когда он крал масло в моем доме О чем ты говоришь? Мой сын спит дома Как ты могла его поймать? В это мгновение вышел из дома маленький Кришна Он подтягивался, зевал Мама, что за шум? Что происходит? Эта гопи просто таращилась, не моргая на Кришну Подумала, как это возможно? И тогда она сняла накидку с Кришной Как она думала, которого она держала за руку И увидела, что держит за руку собственного сына Мама Ешода говорит, что ты в порядке вообще? Что ты пришла винить моего сына, который спит спокойно дома И ты привела собственного И рта гопи была полностью в таком недоумении Сбита с толку, что происходит? Кришна нагло посмотрел на эту гопи На маму и сказал Мама, я же тебе говорил, что твои подруги врут все время Он такая жестокая и жадная Что собственного ребенка отказывается кормить Ему приходится воровать в своем же доме Кришна посмотрел пристально на эту гопи И сказал, я в твоем доме никогда не крал Но мне придется начать То есть это такая психологическая трактовка ее поведения Если тебя обвиняют в чем-то, что ты не делал Значит очень хотят, чтобы ты это сделал И женщине не осталось ничего делать, кроме как повернуться и пойти во своясью с сыном домой И пока она шла домой, она взглянула вниз и увидела, что держит за руку Кришну И Кришна сказала, больше такого не делай В этот раз это был твой сын, но в следующий раз это будет твой муж Рассмеялся и убежал быстро от нее Таким образом, Лилы и Бала Гопала в Гокуле, они безграничны Однажды вместе со своими друзьями Кришна ходил из дома в дом Он сказал одному из друзей Это дом, это ваш дом Иди в хлеб, поразвязывай всех телят, а потом позови маму и доложи ей, что все телята бегают там Скажи маме, что каким-то образом они сорвались с привязи И когда она отвлечется, пойдет в хлеб, мы забежим в твой дом и поградем там все на кухне Мальчики подумали, какая гениальная идея, надо осуществить этот план И мальчик, чей дом это был, он стал кричать Мама, мама, телята бегают везде Телята разбежались, и как Кришна и предвидел, мама тут же выбежала из дома, побежала ловить телят Вот эта шайка-лейка забежала в дом Все, что там было, мебель, ступы, они стали составлять вместе, карабкаться вверх, снимать кувшины с йогуртом, с маслом Они понимали, что времени мало, потому что она вернется скоро домой И один кувшин с маслом уже был почти пустой И он увидел, что в одной из спален спала пожилая свекровь этой гопи Он стал капать маслом из горшка прямо на пол в кухне Оставляя следы и нес этот горшок в эту спальню, где спала свекровь И бережно поставил там прямо под ее руку, пока она спала, и немножко масла намазал ей прямо туда над верхней губой И вместе с друзьями они быстро выбежали из дома, и Кришна сказал, давайте спрячемся тут под окном И посмотрим, что произойдет Они спрятались под окном и подслушивали Когда гопи вернулась домой, зашла на кухню, она увидела, что там уже был полный разгром И увидела вот эту лужицу масла, эти капли масла, которые ввели в ту спальню, где спала свекровь И она пошла по этим следам этих капель Зашла в спальню, увидела, что свекровь спит в обнимку с пустым горшком масла И она разгнивалась и стала кричать на спящую свекровь Не стыдно тебе? А свекровь проснулась и стала ругаться в ответ с невесткой Таким образом, Бала Гопал чинит такое беспокойство всем в деревне И поток жалующихся гопи не пресекает в доме Мамы Яшоды Но Кришна всегда оправдывается и настаивает на том, что он не виноват И периодически ему даже удается убедить маму в том, что он говорит правду И что все жалующиеся на него, что они обманывают И мама Яшода тогда целует своего ребенка О, я не хочу никаких благословений, кроме вот этой удивительной возможности созерцать, как мама Яшода снова и снова целует прекрасное личико Кришны Яшода майя ки-жай Кришна каная ла-ла ки-жай Вали-бриндаван-ви-хай-ла-ла ки-жай Жай-жай-сри-радхе-ша Гавра-праима-нан-де-хари-я-диво Надеюсь, что у вас у всех был продуктивный, такой духовно-продуктивный кадаши, наполненный обильным воспеванием, серьезной вадиной Мы встретимся с вами снова завтра Будем снова слушать Дамадараштаку В этом стихе, Сатибат-риши, это пример Мантра Майю-упасана What is that, Мантра Майю-упасана? We'll explain tomorrow Что такое, Мантра Майю-упасана? Могу знаем завтра Сила Гурадев ки-жай Сила Праупад ки-жай Гавра-праима-нан-де-хари-я-диво Гавра-праима-нан-де-хари-я-диво